Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии и меня зовут Лена. Я сегодня к вам с новым ароматиком, который добыла на распродаже очередной из магазина Литуаль. И действительно по хорошей цене, потому что в интернет-магазинах просто ценник, вообще уже, не знаю, какие-то заоблачные цены. В общем, если вам интересно послушать, о чем я, оставайтесь со мной. Ну что, мои дорогие, действительно цены просто своей, я не знаю, своим ростом пугают так, что, мама дорогая, я недавно посмотрела, знаете, Энджел Нова 100 миллилитров 10 тысяч. Звезды, звезда вот эта красная. Я ее никогда себе особо не хотела, но вы знаете, когда они были по 3,5, по 4 тысячи, сейчас бы я бы ее, наверное, взяла бы. Просто чтобы было. Звездочки у Меглера очень красивые. Ну, то есть, ребят, ну, ценник, может быть, это связано с тем, что ароматы уходят, ну, то есть бренды уходят от нас. Может быть, с этим, что и за границей не везут. Я не знаю, от чего, ну, просто цены какие-то кошмарные. И я, вы знаете, всегда вам говорю, ребят, мониторьте, всегда смотрите цены в офлайн, в онлайн-магазинах. В Литуаль также частенько девчонки выкидывают промо-коды. Вот Мария Вышарина каждый день видео снимает, она каждый день в Телеграме пишет, если что-то какие-то новиночки, промо-кодики. Всегда смотрите, ребят, мониторьте. У меня-то это мантра, это утро-вечер. И это редкий-редкий случай, когда я не заглядываю в парфюмерные магазины, то есть, грубо говоря, ложусь отдыхать, мне надо все это пролистать, посмотреть, помониторить. Потому что для меня это действует как-то успокаивающе, когда я послушаю девчонок, послушаю какие-то новые ароматы, от них услышу, я начинаю мониторить, смотреть цены. Для меня это отдых своего рода. Тем самым, может быть, я визуализирую себе новые покупочки ароматов. Так что, ребят, всегда мониторьте, смотрите, в каких магазинах. То есть, Рандеву, Литуаль, Ревгош, Золотое яблоко, Ориентал, Духирев. Смотрите, ребят, и мониторьте. И вот в одной из таких распродаж, дорогие мои, я себе урвала Нарцисса Родригес Маск Роуз. Уже, по-моему, только у ленивого, наверное, нет этого аромата. Или нет этого аромата у тех, кто не любит бренд Нарцисса Родригес. Ну, или, может быть, Мускус Родригесовский не садится на людей. Но этот аромат я себе хотела. Как только он вышел, как только он появился. У меня есть Маск Нуар. То есть, красивейшая слива с замшей. И я себе хотела, конечно же, версию Рос. Росе, Роуз. Вы знаете, я, когда в магазине его тестила, сколько раз уходила с блотером, первый мой затест, вы знаете, я сначала не поняла. Не то, что не поняла, что он мне не понравился. Мне он показался каким-то невнятным, нестойким. То есть, я его на руку себе нанесла. Пока я ходила по магазинам. А, нет, на тестер, на блотер я нанесла. Пока ходила по магазину, аромат куда-то исчез. Я такая, ага, а красота-то была недолгой. Потом еще подходила несколько раз. Может быть, уже тестер настоялся. Может, что-то еще произошло с парфюмом. Уже блотер... Да что я такое запечатана, так как это все хорошо. Уже принося домой блотер несколько дней, благоухал. И насколько, ребят, я его запомнила, аромат достаточно сладковатый. Здесь в пирамиде заявлено ваниль. И аромат к базе очень хорошо запудривается. А вот насколько я вспоминаю, ой, ребят, ну, вот флакончики Нарцисса Родригеса, это отдельная, по-моему, песня. Это просто совершенство. Ну, согласитесь, ребят, совершенные формы. Какой вот он, вот он гладненький. Вот это, вот это крыша... Даже дополна не налито. Ну, что это такое? Посмотрите, во флаконе вон что. Ну, вот скажи. Что не долили-то? Ой, вообще капец какой-то. Ну, аромат красивый. Я говорю, может быть, это свойство уже тестера настояться. То есть, как говорится, в тех же литуалях, где мы бываем в магазинах, тестеры редко, как говорится, заменяют, если уж совсем аромат ушел. Ребят, ну, это просто песня и сказка. Ну, мне интересно все-таки послушать его еще раз на коже. Здесь, ребят, заявлено... Он заявлен как фруктовый, ванильный, пудровый. Ой, ребят, ну, какая красота! Действительно, здесь, если есть эта роза, она какая-то фруктовая. Я больше даже слышу... Я вам больше скажу, больше даже слышу, по-моему, туберозы. Розочка с туберозой. Все это так нежно, для меня кремово. Можно сказать даже, что как будто здесь и немножечко замша тоже присутствует. Все-таки это же фланкер, маск нуар, да? Только с добавлением розы. Но он, ребят, намного слаще. То есть маск нуар, в нем сладости поменьше. Этот фланкер, я вам скажу, больше сладостей. Здесь тоже заявлено слива. И вот я не знаю, как объяснить. То есть вот это слива с розой. Кто-то когда-то сказал, что... Такое ощущение, что здесь есть вишневый аккорд. И я, ребята, теперь начинаю слышать эту вишенку. Но вишня не свежая. Не только что сорванная ягода. Можно сказать даже вареньевая. Вареньевая. Но сладость, ребят, здесь не слепательная. Мускус здесь очень хорошо слышен. Мускус родригесовский. Но по сравнению с классическими версиями фухио, здесь мускус не такой сильный, не такой настырный, не такой... То есть если вы побаиваетесь, да, аромата фухио, туалетная и парфюмерная вода, попробуйте вот эти серии. Маск Нуар и Маск Нуар Роуз. Они совершенно другие. Здесь все, так сказать, откручено на минимум. То есть мускус родригесовский, он выкручен на минимум. Если кого-то пугает именно родригесовский мускус, попробуйте эти версии. Я думаю, что вам понравится. Если те ароматы не особо вам заходят, попробуйте, протестируйте. Очень красивая, очень красивая композиция на тему розы, сливы, туберозы. Ванильность здесь хорошо слышна. И в бакбазе, насколько я помню, он запудривается. Красивая, очень красивая композиция, очень красивый фланкер. Прекрасная, да, и как будто бы переплетение с Маск Нуар, как будто бы эта небольшая замшива здесь присутствует. Очень политкорректный. Очень такой, я бы не сказала, что слишком уж шлейфовый, но на расстоянии вытянутой руки он от вас будет слышен. Очень красиво, нежно, красиво, нежно, женственно. Прекрасная композиция, очень красивый аромат. Давно, ребят, его хотела. Сейчас буду более подробно разнашивать. Сейчас как раз собираюсь на прогулочку. Сейчас я его уже на себя нанесла, нанесу на волосы. Вот действительно, да, вот слышится вот эта какая-то терпкая вишенка. Вот эта слива с розой, скорее всего, дают вот такой вот какой-то немножко вишневый аккорд. Может быть, действительно, пирамиду нам полностью не рассказали, а так как у нас уже тренд давно идет на вишневые ароматы, да, то есть уже, по-моему, только ленивый не сделал в своем, как говорится, бренде вишневый парфюм. Вполне возможно, что Нарцисса Родригес тоже сделали свою такую интересную вишенку, замаскированную сливой и розой. Гавулька. Очень красиво, очень красиво, очень женственно, очень элегантно, я могу сказать, гавулечка. Красивый парфюмчик. Кто не знаком, ребят, кто боится мускусов Нарцисса Родригеса, на кого они не садятся, попробуйте, попробуйте Маск Нуар и Маск Нуар версии роз. А я очень рада, что по класснючей цене урвала его в Литуаль, нашла промокодики, чего я вам советую, я не знаю на момент выхода видео будет ли идти, а еще распродажа. Ну, ребят, всегда в магазинах, как говорится, сначала зимние распродажи, черные пятницы, потом на 23 февраля, на 8 марта, ну и так и поехало, пошло по всем праздникам. Так что мониторьте, ребятки, и всегда находите по приятной и привлекательной для вас цене. Я искала, я давненько его хотела, когда только он вышел, цена была совсем неадекватная, так сказать. Поэтому дождалась и я своего часа, и вот такая вот красота теперь в моем парфюмерном гардеробе. Ну, а я вам, как всегда, желаю самых вкусных и любимых вами ароматиков. До новых встреч, пока-пока, увидимся скоро снова. Субтитры сделал DimaTorzok